Слово сенсора или по-другому детектора происходит от английского слова sense — чувство, чувствовать. У человека есть пять различных чувств — это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Соответственно, люди всегда хотели использовать какие-то приборы, которые могут воспроизвести то, что человек чувствует, либо показать это на более количественном уровне. Мы чувствуем все качественно, холодно, жарко, а можно вместо этого использовать термометр, который покажет нам конкретную температуру. В зависимости от того, какую характеристику мы измеряем, используют различные виды сенсоров. Одно из первых, что человечество стало использовать — это сенсорная температура, и здесь используется очень простое свойство материалов, которым обладает каждый материал — это расширение тел под действием температуры. При этом были выбраны наиболее удобные вещества, скажем, в термометрах используются ртуть или подкрашенный спирт, которые расширяются под воздействием при повышении температуры. Кроме тех чувств, которые человек испытывает, всегда хотелось видеть что-то невидимое, например, видеть невидимые лучи рентгеновские или же космические частицы, которые прилетают нам из космоса, элементарные частицы. И тогда используют другой вид сенсоров, который преобразует вот эти невидимые, скажем, излучение невидимого диапазона в видимые или частицы взаимодействуют с веществом, в результате получаются видимые фотоны, которые мы и фиксируем. Говоря о сенсорах, можно выделить их различные варианты, соответствующие тем чувствам, которые есть у человека. При этом какие-то из сенсоров уже достаточно хорошо разработаны и используются, развиваются новые. Если говорить о зрении, то у нас сейчас активно используются датчики в камерах, в светочутительные элементы, они преобразуют фотон в электрический сигнал, который дальше уже преобразуется электроникой. И здесь достигнут достаточно большой прогресс, то есть у нас камеры имеют все больше и больше разрешения, это все структурировано, и в этом смысле здесь не ожидал большого дальнейшего прогресса. Что касается других органов чувств, то здесь, говоря о различных типах сенсоров, можно выделить газовые сенсоры. В настоящее время разработаны сенсоры на различных принципах, как правило, это либо полупроводниковые какие-то вещества, которые взаимодействуют с теми или иными молекулами и меняют их характеристики. Для полупроводника это проводимость. Задача хорошего сенсора — это определить концентрацию того или иного аналита в минимальной концентрации. На сегодня для газов, там зависит, конечно, от конкретного газа, достигнутой концентрации до миллиардных долей. Близкая задача лежит в детекции различных жидкостей, которые нужно для того, чтобы определять концентрации, например, каких-то биологических молекул в нашей крови или в мочи, чтобы делать экспресс-анализ. Последние годы достигнутые результаты показывают, что можно детектировать достаточно большие молекулы до фемтомолярной концентрации. Для многих заболеваний характерно появление каких-то новых молекул в небольших концентрациях, и их детектирование может позволить определить заболевания на каких-то начальных стадиях. Современные тенденции создания газовых сенсоров заключаются в том, чтобы детектировать молекулы в минимальных концентрациях, например, в концентрации в миллиардных частях. Это нужно для того, чтобы определять различные заболевания. Известно, что когда человек заболевает, у него в дыхании появляются малейшие концентрации каких-то газов, скажем, оксида азота или аммиака, или ацетолегида. Есть такие работы, которые показывают, что, анализируя выдыхаемый воздух человека, можно определять заболевание, скажем, органов дыхания, либо первичные признаки появления рака, и активно ведутся работы в этом направлении. Сенсорами могут служить любые вещества, которые изменяют свои характеристики под воздействием внешних условий. Этими характеристиками могут быть как объем, который используется для детектирования температуры, так и изменение электрических характеристик или оптических характеристик. Например, вещества могут менять свой цвет под воздействием тех или иных аналитов, либо у них может возгораться или тушиться алюминисценция. Исходя из того, что с веществом происходит, этот эффект можно использовать для создания на их основе различных сенсоров. Например, те же газы можно детектировать либо алюминисцентными методами. Например, происходит тушение алюминисценции в случае взаимодействия с аналитом, так детектируют взрывчатые вещества. Один из способов детектирования микроколичества взрывчатых веществ — это взаимодействие динитрата лоола с аналитом, а люминисценция которого при этом тушится. Но для детектирования тех же веществ можно использовать совсем другие сенсоры, которые основаны не на изменении оптических свойств, а на изменении электрических свойств. Здесь можно использовать либо самые простые резисторы, то есть измерение сопротивления, либо более сложное устройство — транзистор, у которого уже больше характеристик меняется под тем или иным воздействием. Либо это какой-то газ, либо это жидкость, либо это вообще излучение. Если у вас есть несколько характеристик, которые меняются, тогда можно перейти от создания индивидуального сенсора к созданию матриц сенсоров, которые бы детектировали различные аналиты, давали бы разный сигнал, и его анализировать с помощью соответствующих программ можно попытаться получать информацию о полном составе воздуха, либо жидкости, и тем самым получать либо электронный нос, либо электронный глаз. Это похоже на то, как анализируется сигнал в матрице. Если взять несколько детекторов, несколько сенсоров, которые чувствительны на различные газы или различные жидкости, то можно на их основе создавать матрицы, которые дают сигнал, целый поток сигналов. Его анализ может позволить определить состав либо газа, либо жидкости, которые имеем. То есть это создание электронного носа, либо электронного языка. Тут проблема заключается в том, что у каждого сенсора есть, кроме его чувствительности, ряд других характеристик, скажем, такая характеристика, как его селективность. Это означает, что один и тот же сенсор может давать сигнал и на один, и на другой, но при этом сигнал будет разный. И такие вещи нужно учитывать при использовании. Иногда, конечно, можно учесть, что, например, в данных условиях у нас будет все зависеть только от концентрации одного аналита, а другие здесь не меняются, и тогда это даже неселективный сенсор можно использовать для детектирования какого конкретного вещества. Характерный пример — это, например, широкое использование сенсора для детектирования нитратов в продуктах. Это достаточно дешевый прибор, потому что там используется самый простой детектор, он детектирует всего лишь сопротивление, то есть когда мы щуп вставляем в то или иное овощ или фрукт, он показывает какое-то там сопротивление и потом пересчитывает, сколько там может быть нитратов. На самом деле это сенсор не селективный совершенно, он не на нитраты, он просто на то, какой ток протекает вот в данной среде. Но просто известно, что у каждого овоща, фрукта есть свой солевой состав, и отсюда известен средний ток, и если он превышен, то, как правило, считается, что это превышение как раз обусловлено превышением нитратов, и дальше просто идет пересчет лишнего тока на содержание нитратов. То есть это пример использования неселективного сенсора, но в конкретных условиях, когда он работает. Если же мы хотим определить состав сложных смесей, вот там как раз нужно использовать матрицы сенсоров, которые дают разный сигнал на разные аналиты, используя специальные сложные программы, но скорее всего в настоящее время это и с использованием машинного обучения, оно позволяет в итоге вычислить, что же мы имеем здесь на самом деле, с той или иной долей вероятности. Давайте поговорим немножко о перспективах развития сенсорной тематики. Здесь, конечно, у каждого эксперта свое мнение, но мое мнение заключается в том, что на самом деле люди хотят использовать как можно больше сенсоров в повседневной жизни. И одно из устройств, которое используют все новейшие достижения высоких технологий — это наш смартфон. На сегодня он имеет всего два органа чувств. Это динамик, который позволяет определять звуковые волны, излучения, и камера, которая позволяет определять световые излучения, свет, изображения. Хотелось бы, чтобы его функции были расширены, и он мог определять и, например, частоту окружающего на воздухе, и частоту продуктов, которые мы используем, и тогда ему нужно добавить еще в его функции электронный нос и электронный язык. Поэтому общая тенденция развития новых сенсоров заключается в том, чтобы создавать их минимальными, размеры уменьшались до минимально возможных, в принципе, реально это какие-то миллиметры или микроны, и реально это работает. И чтобы они работали при комнатной температуре, но в тот же смартфон мы не поставим какой-то сенсор, для работы которого нам нужно нагреть до четырехсотных градусов. Еще одно из таких перспективных применений сенсоров — это то, что вокруг нас появляется все больше роботов, это робототехника. Причем создаются роботы, которые напоминают человека, и тогда, конечно, им нужно использовать какие-то органы чувств, приближенные к органам человека, и вот им как раз в дополнение к существующим уже камерам и динамикам необходимо создать и органы, которые меряют давление, чтобы робот мог аккуратно рукой брать, прикасаться осязания, и температуру, и электронный нос, и электронный язык. В таких перспективных применениях требуются миниатюрные сенсоры, работающие при комнатной температуре. Их можно создавать на основе различных материалов. Здесь активно исследуются широко известные и активно разрабатывают в настоящее время материалы как грофен, нанотрубки, но также используют материалы из органической электроники, которые обладают полупроводниковыми свойствами, но при этом гибкие и чувствительные к различным воздействиям. Для экстремальных условий созданы датчики, которые работают при высоких давлениях, при высоких температурах, в условиях космической радиации. Такие датчики созданы достаточно давно, у нас много чего в космосе летает. Здесь органические материалы, скорее всего, не подходят, здесь используют неорганические материалы. Если этот датчик работает при высоких температурах, то, соответственно, нужно быть материал, который выдерживает высокие температуры. Если это высокие давления, то тоже материал, выдерживающий высокие давления, очень прочный. Как правило, все-таки речь идет о высоких температурах, тогда нужны термостойкие материалы. Но плюс в данном случае очень часто, скажем, по событиям, происходящим, которые происходят с высокой температурой, но не знаю, события, которые происходят на нашем Солнце, служат по тем излучениям, которые от них приходят и уже анализируют потоки фотонов элементарных частиц с помощью датчиков при комнатной температуре. Отдельная история — это датчики для невидимого излучения, как раз нейтрино, элементарные частицы. Здесь интересно, что во многих случаях такими датчиками могут служить совершенно обычные вещества, например, вода. Вода — это тоже своего рода датчик, она тоже может взаимодействовать с приходящими из космоса излучениями. Есть целые лаборатории, которые в воде либо во льду выстраивают много датчиков фотонного излучения. То есть изначально вода поглощает элементарные частицы, и там появляются какие-то фотоны, и потом их детектируют с помощью стандартных детекторов фотонов, основанных на тех и иных принципах. В данном случае сенсор — это вода, и в качестве такой воды либо используют океанскую воду, либо используют воду Байкала, очень чистую воду. Там тоже стоят такие большие лаборатории, которые изучают взаимодействие с космическим излучением. И то, как устроена наша Вселенная, это все изучается с помощью различных сенсоров, которые помогают увидеть невидимое глаза. Вопрос о материалах достаточно комплексный, потому что к нему можно подойти с двух сторон. С одной стороны, когда создают новый материал, просто в рамках фундаментальных исследований создать новый материал и исследовать его свойства, вдруг обнаруживается, что у него какое-то необычное воздействие на то или иное излучение либо на температуру. Тогда создают из него сенсор, либо наоборот требуют от заказчика, что нам нужен сенсор на такие жесткие условия, на такие конкретные температуры, чтобы он детектировал при таких температурах, скажем, элементарные частицы. И тогда уже смотрят, какой материал здесь подходит, чтобы он был стабилен при этих условиях и стабильно давал отклик. То есть здесь универсально вот такого материала, что такой-то материал можно использовать в газовых сенсорах, а такой материал в температурных сенсорах нельзя так однозначно ответить, нужно смотреть на свойства конкретного материала. Хотя в целом, опять же, в разных областях здесь используют разные материалы, скажем, есть и неорганические сенсоры на те же газы, есть и органические сенсоры, у них разные там условия работы, скажем, неорганические при высоких температурах работают, органические, наоборот, при комнатных, иногда делают комбинацию, потому что, скажем, чтобы сенсор был селективным, то дополнительно к чувствительному элементу зачастую добавляют так называемый рецептор. Это материал, который селективно взаимодействует с аналитом, и он изменяет свои свойства, и потом это уже измененное свойство детектируется, и тогда вот используют комбинацию неорганических полупроводников с органическими рецепторами. То есть здесь вот однозначно такого ответа нет, какой материал где использовать, но понятно, что если вы хотите, чтобы сенсор давал вам какое-то излучение, например, сенсор, то этот материал должен быть хорошими люминесцентными свойствами, то есть у него должен быть высокий квантовых люминесценций, в определенных областях важна скорость этой люминесценции, чтобы это все было очень быстро, если мы хотим динамику какую-то регистрировать. Если мы хотим получить датчик тонкоплёночный, скажем, который измеряет, дает электрический сигнал, то зачастую нам нужны какие-то полупроводниковые датчики, то есть этот материал должен быть полупроводниковым свойством, либо это неорганический полупроводник, либо органический. То есть здесь вот такого рецепта нет, на самом деле каждый материал может быть сенсором в той или иной области, но с той или иной степенью успешности. Просто в реальности отбирают наилучшие материалы, у которых наибольший отклик, при этом они еще наиболее дешево распространены, чтобы это реально можно было использовать и стоило это не бешеные деньги.